И, наконец, последний на текущий момент, чтобы уже быть ближе к реальному продакшену, это добавление минификации. Для этого мы будем использовать плагин, который уже есть в веб-пэке, и называется Aglify.js плагин. Он передает настроечки Aglify.js, здесь вот я говорю, что мне не нужно предупреждений, что консоль логи нужно всякие убрать, что некоторые небезопасные штуки можно использовать. На практике при нормальном коде все безопасно. Соответственно, при продакшене я просто добавляю такой плагин и сжимаю Node.end в равно продакшен, веб-пэк, ура! Вот у нас наша сжатая сборочка, и понятно, что она нечитаема, но если посмотреть в браузере, то она все еще работает. Обратим внимание, если я сейчас вот этот вот код отформатирую, то мы увидим, что у меня здесь вот в Welcome вот такая вот штука в Development, а здесь вот он, этот модуль, и ничего подобного здесь нет, разумеется, потому что Aglify этот код оптимизирует. То есть если оно видит, что в некотором модуле находится ifFalse, а вот это превратится в ifFalse при продакшен, то оно такой if вообще вырезает. Соответственно, мы увидели, что в сборке никаких девелоперских фишек, никакого девелоперского кода нету, что нам, собственно, и требуется. Итак, мы начали с простого конфига, затем добавили настройку library, чтобы модуль можно было вызывать снаружи, затем добавили пересборку при изменениях через watch, добавили source map, добавили передачу окружения, в частности node.env, нашему модулю. Напомню, что это можно делать через environment-плагин, либо если нам нужно не переменное окружение, а просто обычное переменное, то define-плагин. Потом добавили Bible.js, посмотрели, как осуществляется поиск модулей, и для продакшен нужна амминификация, мы тоже добавили ее сборку. Получившийся конфиг более не менее жизненный, его, может быть, можно где-то использовать, но в реальных проектах бывают более сложные ситуации, вебпэк, в частности, используют для сборки CSS, все это мы посмотрим в следующих выпусках Кринкаста.